Пока нет. И что интересно, 10 ребятишек никакой льготы власти давало. У отца руки вот так вот не было. Ну можно же понять-то, что идет. Налоги все так и платил. Если яблони там, сдач у нее там столько, а их яблок нету под корень. Люди стали все убирать, ничего нету. Такой ты. Оказалось, что яблони растут. Все из них нету, давай столько-то яблок. Это если будет что-то нужно, можно надеть. О, смотри как. Это вырвется она. Надо, чтобы не вырвался. Справится. Вот туда в лепешку встанешь и стоишь тепло. Ждем следующий. Я в школу прибежал, потому что, я не знаю, по снегу что ли прибежал. От себя ноги. А чердевица была такая железная. Ее в печку, такая круглая печь была, сунул там ногу, чтобы разогрелось. Она застуженная. Так, все. Кто возьмет велосипед, Петрович? Так, молимся, на восток, смотри. Господи, представь тебе. Научи быть непритязательным к жизни и за все быть благодарным. Хвала тебе, слава, счастья, поклонения. За все твои милости. За этот прекрасный, чудный день. Тебе слава, отец, сын и святой дух. Аминь. Аминь. Раз шестер. Уходим. Все. Витя, можно разговаривать, прибавлять в ходу, что угодно. Все. Все, все, благодарю. Выбирай, делай. А вы не взяли, да, прогулку? Зачем? На всякий случай. Не надо. Я к этим вещам привык. Нет. Чебеса босиком проведет. Нет. А, без головного боров. Смотрите, потому что без головного борова сможет солнышко стукнуть. Да, оно стукнет и потом не порадуешься. И не порадуешься как-то. Алексей, что-то строит, удалось? Доски. Это вот. Да. А я, да, вот, махун. Чёрный, чёрный, гулят. Приятная наганка-то. Возле печи тоже, когда стоишь, там же инфракрасное излучение идёт. Тоже можно загореть хорошенько так. Не, загореть-то он загорел. Ну? Ну, почему-то... Не, ну, у меня баня всю жизнь белорусскую баня. Чё там-то... Вообще не загорел, что-то. Там в этом... Ну, или что. Справа смываешь, просто... А? Смываешь, сразу просто... Не загорел. Звучение смываешь. Нет, именно когда жар, вот это открыт огонь. И ты, если напротив него долго находишься, то... Чего? Должен подзариваешься. Подзариваешься, значит, подзариваешься. Восемь часов тридцать минут. Сейчас тридцать три. Пол девятого вышли. Посмотрим, чё будет. Заметим, насколько. А вот устравка, по ней можно идти... Можно идти... По этой нормально сейчас. Вот это трава называется... Конотовка по-нашему. Мурава по-простонародному. Парыш по-научному. Порох. А ещё вот там птичьегорец это такая же? Птичьегорец. Нет? Нет, такая? Не знаю. А, может, как будто... Видишь, какие воробушки. Воробьи бывают полевые. Бывают грузы. Полевые они размером, но ещё... Грузчик городский. А что они? Семечки там воруют. В Алма-Ате два года как воробьи пропали всё. А что он кто-то отравил? Не знаю, отравил. Километров тридцать там сын живёт у меня, там нечего нет. Показывали охотники. Пошли охотиться и нашли мёртвых голубей. Гея. Лесные голуби. Они не такие, как бы. И показали, когда они их принесли, вот как это... Для Николая вот такой круг, весь за вами голубями мёртвыми. Ну и теперь определяют, какая отрава. Отрава. Просто так голуби и бороды не вымирают. У нас сворцов было здесь. Вот поднимается, как облако чёрное. Я думаю, нету сворца. А почему? Поля протраблют, а черви отравленные. Они питаются червями. Жаборонки, они не бывают здесь. Они в степи. Они все целые. Так вот, наконец, поле мы всегда здесь молимся. И Николай только успевает свои дела делать. Так. Вот, где поворот делают. Мы тут как раз останавливаемся. Боже, будь милостивом, не грешен. Солдавы, Господи, помилуй меня. Счастливый грешил, Господи. Прости меня грешного, помилуй. Благослови это поле, брата Игоря. И Евгению помоги, Господи, вырасти добрый урожай. И Андрея, сестра Катинина, благослови. Тебе, Боже, хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сыне, Святой Дух. Аминь. И наше путешествие сделает полезным и безопасным. Хвала Тебе, что, Боже, захороняет нас. Аминь. Аминь. И по всем, ни одного выходного нет, ни до сочинения. Мы этого не знали даже. Когда снова все время покроет снег. А сегодня потеряется по одному дью. Потом давай по полдня. По часам. Ну, то есть, это... Мы даже никак не назвали ни по дню. А конкретно это сильно влияет на количество сдаваемого молока. Ну, конечно, потому что я знаю, где. Я знаю больше, с каждым день отчет. Ну, в деревне было раньше. При нас уже не было это. По деревне сегодня кормят пастуха одни, завтра другие. И с собой на день дают ему. Это отец мне рассказывает. Тоже пас у него отец Дмитрий, Тихон Дмитриевич. Ну, и далее там вот поел, все. Потом Тишка, это Тихон. А какой день сегодня? Ой, пятница. Да пятница. Ах, она холера такая. Да в пятницу у меня молоком напоело. Так он говорит, полоскал, полоскал родство. А я, говорит, смеюсь, мне смешно. Во рту-то уже нет ее, а не ниже. И вот так мы не торопясь можем пройти. Будем снимать, а я буду говорить, как это было. Вот этот пруд называется Симаковский. Значит, Симаковы когда-то были. Ну, может быть, уехали. Я в числе раскулаченных не знал их. Вот Рыжков, вот Рыжковский пруд, их раскулачили. А здесь сильная, хорошая была рыба, отец говорит. Там ведро, да карость, хвост наружу. Ведра. Так во сколько вы выходили? А? Получается, во сколько вы выходили утром? Утром-то? Да. Ну, я сейчас не могу сказать сколько, но на восходе. На восходе? Не позже шасси, думаю, так. Ага. Летти надо на другой конец, крышка склонтрубы, деревень, это такая длинная была. И выгонять. А сколько было скотину примерно? Так сказать, 169,2 было. Скотину одна корова больше не разрешала власть. Какое дело власти-то было до этого? И при том, на каждую корову норма там 260 литров сдач. Ну, когда я прорабатываю, сливки-то... А другое, что остается от сливок-то, это обратно. Ну, там жира никакого нет. Да мой обратно. Ну, инвалид войны. Столько детей, ну, ни до что власть не смотрела. Влазность. И была женщина, ее как-то... Кто-то, Поросковья была или как? Аня звали. И она налоги эти брала. И пила. И она где-то зимой ехала. Видимо, упала и не почувствовала. Ее нашли, когда обрезали руки и ноги ей. А отец наш говорил, видимо, наши енги. Ее никто не жалел. Вот, видишь, сколько она крутилась. Посчитать даже будет. Попробуйте посчитать. Получается, вы проходили по всем дворам. Собирали скотину. По дворам нету. По улице идет. Сотец, коров. Коров. А бывает, бабенка выскочит. Раскрепана такая, где-то. Сола худра. Проспала. А саша станет нам надо однее. Ну, такие вот. И так же баба выскочила. А мы, что она худра. Проспала. Ух ты. Она туда уже на нас. Думаю, раз сосед говорит, нам надо так. Она теперь должна бежать, чтобы корова догнала нас, где мы. А наша мама корову, когда длила колхозы, и там была корова камулая. Камулая у нее рогов нету. А только такой под кожей народ, как будто там спрятали что-то. Ну, она такая корова. Спокойная. И молоко большая жирность. У каждой коровы разная жирность. Дворюбный брат, кто-то встретил, и говорит, а эту корову знаете? А Юнь, это такой. Он говорит, сейчас не видит. Вот корова бывает куда-то идет одна, другие, ты стердишь. А это нигде. Корову погрели туда, она в середине. В другое место она в середине. Вот корова какая, так мать маленькая ее не додаевала. И мы это знали. И вот куда дальше подгоним, под корову залезешь, и соска себе в рот. Вот так. На этих тахарчаях разве вырастешь? У меня брат был высокий, а я вот какой. И когда в корчине были, а он на пять лет старше меня, работал здесь, потом пошел опять в школу, пропустил. Ну и мне дает немаловаться. Я говорю, у тебя больше, а у меня нет. Давай померимся. А что мерить вот так видно? Смотри, что. Это, наверное, дьяка. Так, у вас отец выходил, он был пастух. Пастух. Ему зарплату за это платили? Зарплату какую? Люди каждый платил. Вот непосредственно, чей двор? Да, столько люди платили. Да. А это получается все было как колхоз? Это колхозный, а колхозный это отдельный. Вот здесь там видно, что все фундаменты оставили. Нет, ну а мама ходила туда. Правильно, на колхоз? На колхозный, да. 12 коров занятое числилось. Три раза в день подоить вручную. Сегодня, скажи, не поверит ни одна баба. А это личное было, да? А это личное. И одет ваш пас личных коров. Личных парапас, а другой год пасет таких. А зиму ходят за производителями. Быки, бык это подкастрировано, без яиц. А это, который такой порос называется. И вот их надо напоить, накормить, из-под них убрать. Это платили. И мало того, отец говорит, когда корова гулялась, то есть покрытая, то есть замуж вошла, покупилась, он говорил, за это тоже платили что-то. А почему? Раз он сказал, не просмотрел, то хозяйка, которая, ну, наярка-то, она знала, когда ждать от корова прибыли. Ага, никого попасть. Вот, это важно было. А какого быка, а их, того не бывает, два, три. Тут, кажется, не одна была ферма. Две конных фермы было, овечьих, я не знаю, две или три, свиная ферма, курятник, несколько, две пасеки. Все разрушили. Это в одном маленьком, в колхозе. А уничтожено, в России, за это время было, 81 тысяча населенных пунктов, исчезли полностью. Брошенные люди разъехались, никому не надо. А когда было русскулачивание, вашему отцу и вашей матери, получается, какой возраст был? Ну, в 30-м году, отец 10-го, считай, 20 лет. То есть, его родители раскулачивали, получается, да? У отца родителей здесь не было, они рязанские, там остались. Там. И были ли они живые в это время, тоже не знаю. Ну, по-моему, те, что тогда раскулачивались, видимо, не в один год раскулачивались. Отец это все рассказывает, со слезами. Какие люди, как работали, где-то мы там потем, такая ямкая, а Господь будет в этой все рекомендатору, русской, сами не знаю, все отняли, а их послали. А я сзади вижу, в него, там, на площадке, и плащи. Это у меня, для слова Божия, не тус, там подробно описывали. Я тогда уже решил, буду мстить их, коммунистов. А Господь усмотрел так, что тебя будут, души тебе, говоришь. Вот, смотри, сколько накрутил. А если это коммунисты, там, я не знаю, нынче как, они приезжают и покупают, это деньги. Ага. А каким образом это делали раньше? Вот это, да, в капюшке, вилами, вороблями, а вот это, вот, когда, в косилке идет, в косилке, а потом, грабли, грабли, вот такие, вот такие, сзади, тугие, такие, видите, такие, ну, как, шашки такие, сказать, они, большие, и вот так, подряд, зубья такие, я эти зубья, по земле, собирают кучу, потом там дернешь, они поднялись сверху, а сзади, она вот такие, вот такой высоты, круглые, которые собирает сено, вот эти, вот эти, вот эти, замечали, что ходник, как-то вынул, и упал, 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 под эти, вот, оттуда, ни под каким видом не выйти, все, там, только, все, отторон, у него, получилось, так, как-то, вывернуло, добрый целый, и он остался живой, уже здесь, а чтоб за шиворот не сыпалось, платки одевали, платки одевали, чтоб за шиворот не сыпалось, сено, когда грузишь, еще не было, я ценил, думаю, когда метали, называли, зарос, зарос, длинный такой, и волокуши, волокуши, это деревья небольшие, такие, их вместе там, связывали, и на вершине, а ты едешь, и тебе, вот так, мужчины, кто складывает, сено на это, заехал, он там, белый, вот так вот, обратной стороной, воднул, а не отдаст, и ухудшил, и ухудшил, и ухудшил, и ухудшил, ну, и скидает, и ухудшил. Он, как сделать, чтобы вода не потихала, и мы на этой лошади, каждую стоим, едешь, вот так, и не знаю, как впереди лошадь была, и что он ее задел, и что она как-ликнул, и вот сюда ему, и у нее на всю жизнь осталось жить, в капоте, А лошадь можно было иметь? Сохранение было, думаю, так как. Нигде, только лестнику можно было. Лошади нет. На короне. То есть даже лошадь ничего не дает, но иметь нельзя. Как же так? Это буденный? Это советская власть. Антоновщина. Советская власть всего боялась. Мы уже судили тогда, в 86-м году. О, каждое слово, которое я там говорю, они ставили вина какая. А потом как-то собрались журналисты, а один говорит. Вот благодаря таким как Ласкин подтащились устои тоталитарного режима. А вот теперь надо найти, где лучше пройти. Вот он пошел правильно, как раз и ближе. Ближе, прям совсем ближе. Я взял дорогу. Тут дорога. А тут дорога вон какая. Это большие тракторасы там могут пройти. Ребята, я бы не пошел туда. Вот здесь вот где-то рядом надо пройти. Ну давай сюда, что? Вот так проходи. А вот там вообще трава короткая. Потом этот. Там где-то. Какой хуй я? Я в конце тропильщик. Тропильщик спереди. Бежитый залсток. Он слуха-то какая, прям подручь. Вот остылка про остылку в тиражах пишет. Она пожелается в тиру очередь. Угу, тут у нас прогулка хорошая. Вообще. Слушай, как мы прошли, а тут какой нагольчик. Хорошо, что меня взяли. Подождали, пока хлеб успеку до конца. Пропустил бы такое гуляние. Ноги заодно освежили. Ноги-то... Ну, ладно. Ну, мне-то полезно. Так, уходим. Восемьдесят пять лет. Я на волокушах работал. Волокушах я работал. В шестьдесятые годы пацаны были. Мужики, груди... Вон сетка посмотри. Вот такой. Волокушах я работал. У нас были. Ну, в одной из колодок морщах, жукы però bartù. Мужики, груди, практически скрепл, чтобы была новая. Да да да, да, да. Ну, надеюсь. Какая Mirella работала... Я на араборту не прош 7 лет... Мужики, выросла won. Мужики, выросла ешь пацаны... Выросла не registр. Для меня, д neutral термины. Она rak거리 он только послед�� и переод wash! Это неожар Works... Она integrada... Вот сейчас мы выходим на дорогу Вот сейчас вон туда ее делали Наши шагаи Наши шагаи Ваши были Арбузы хорошие Матрусты 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 А тут все у них там все Видимо там по всем А шарашу все развалдеть Ну то вон где вы видите какое поле А мы подползем к арбузам На голову вот так давишь Если он впустит, значит он спелый А если он молчит, значит трогать не надо Ну и мы помаленьку там болот Накатаем этих арбузиков А потом идем к сторожу и просим А он же не знает, что у нас уже в запасе так А он на том берегу Там все сразу было, марш А сейчас марки идут у тебя высочивающие Накатами Ни кто не знал, что там вот оно нахлоки Ну пока не слышит А сейчас даже Такой Матрусты Настоящий Пасажный Вот 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 Это похоже Похоже это Ого, это горох Ого, это горох Горох Ну иногда идем за ягодами И говорим, нам гороху охота Так заберите, ешьте тут Никогда не откажете А вот это сурепка Вкусная Красная 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 А вот эта трава Ну не знаю название У нее корень красный Мы звали краснокаленка Вот она Она картошку душит А вот видишь какие две Это означает обработан Какие-то разные Машкара Что-то уничтожает А обработает Оно растет Ну они говорят, что Не действует отрава Ну это если ветер Попадает на него Он противоположает Для работы Так, все, пахнет Электричество так для вас и шло Где-то рехли Провода идут В детстве у вас Оно пот Нет Нет, нет Не было этого Какой-то движок стоял И движок этот вырабатывал И перед тем, как потушить Он ныгнет раз Потом два А потом уже вясница Все до утра И столица Так, мой отец Так, но запомирало Ну я Да, свой движок стоял Так, что подбольный Вот И внутри там Только слеп Да, дальше не было этого Вот отсюда уже это все считалось степь Все отволотили Это езер Это его Смотри, какой-то парень Горох Да без стенок подойдет Да куда же опять Залюкует Меня Прямо Прямо Вот тогда, когда мы пошли, сказали бы, что Распашу спасаемые волосы, да не поверил бы Коров ничего не остается ездить, получиться, из этой собственностью соблюдать Вот в этих волосах мы еще едем, только тут бывают пьяные, пьяные, беловатые И у нас был бычок прирученный, ну и я на нем еду А получилось так, что у меня здесь идет, ну не стреба как-то, смотри как Прям плотной волосы, ну я сижу еду, а он как хлебнул на теми лапами, а у него такие прыжки А этот как рванулся, а я на нем сижу на бычке, и я как блин с лопатой Летел, где-то вот в этом месте И вот когда рассказывают, что деревцон железный, на небе-то какой Огромный крест, длина его примерно вот между двух столбов взять Пример вот такой, и высота его, когда оно лежит, железо вот бывает по железнодорожной мосты Вот так мне по грудь, и он летит вот здесь оттуда, вот с той стороны И я сижу на нем, вот такая зелененькая рубашка И сижу на самом конце, и в облаках, и вдруг он начинает снижаться И вот снизился, где-то во весь вод, там, ну, я так думаю, тысяча-полторы тонн И он вот так как сел, а это соломцы, соленый такой, и запахал Я соскочил, нигде никого нет, я разговариваю, с кем не знаю Я говорю, а это что значит, а Господь говорит, гонения будут А я говорю, Господи, а почему я тут один, и пойдешь в первую очередь И вот здесь вот сразу же, я только выжил, появились люди, и началось соревнование Мыть посуду, вот такие были бутылки большие, с молоком До чистоты Ну я мою, и сразу видно, что мои бутылки Выше всех Можно вот так пройти А сзади один ревнитель бьет меня, бутылка, она разваливается И стекла вонжаются прямо в позвоночник, как грязные Это означает пихиатрия Пихиатрия Они берут анализы, ну и заражаются И вот с атаковочек я иду, а там большой стол И таким кумачом, как у партийства, накрыли красным И сидят священники А я вижу, узнаю Борис Пивовара Он в академгородский Родной брат отца Александра Пивовара, но совершенно противоположный Хорошие все, но меня он ненавидел Что вот я там против Искулона, и сам придумал это И вот я так руки сложил, и языком шевелю кое-как, и говорю, мне причаститься надо А он через стол стремнулся, вот тебе, вот так вот Вот все дальше будет так Вот так я вижу А здесь, главное, идем отсюда туда А тут сеть на дороге Сеть такая, с которой львов ловят Поднимаются их, хотя львов Аташкину показывают И он мотается, и никак Нельзя задевать Эту Эти квадраты Эти квадраты Эти веревочные квадраты И там идут рядом, то ли батюшка нас идет Я пытаюсь опереться на него И вот этот лошадь Веревитушка взял Так и получится, никого нету Судят меня одного А они идут свидетелями обо мне Вот это все полностью весть Святой Иоанн Костян говорит Вот, если ты видел Бассейн Крест Это полностью доверяю от Бога Но сам не толкуй его Наги и людей, которые там верующие Сатана все может Хреста показать, Божью Матерь А Хрест не может показать Почему? У него материала нет Мы, говорит, не знаем, как увидеть Христос Как Божья Матерь Потому что легко поделывается Во втором Хрестом 14 главе и говорит об этом И не удивительно, что сам Сатана Сам стал сам То есть Небес стал сам Сатана принимает вид Ангела Света Что и верующие тоже поделываются Вот откуда идет Вот эти у нас приехали Они в Крестнике там еще что-то А что? Архангел Михаил Патрон ты знаешь Ты видела его? Нет? Снять, распаш, выброс и все Это нельзя делать Принимает вид Ангела Света Что тебе сейчас сказать? Вот мы теперь видим А тут и столбой Конечно Мы здесь найдем ягодники На обратном пути пойдем только Чтобы на железнодорожные Но здесь травы-то никогда такого не было А вот эта резучка про которую говорили Что немцы насеяли ее Обратно она не идет У нее там уже Ну как назвать точно Пила? Щетина такая Шерковатая Между пальцами когда попадает Она прямо в кровь режет Ну и сказали это немцы рассеяли И мы маленькие были Все взберели это Они хорошие немцы Из-за них нам ноги портят А отец никогда про немцов еще не рассказывал Да он еще не видал Он говорит в начале бомбить А в это время телевизоры Трешили что нас не найдут Мы от кладбища От мертвецей летели А там самогир там в полках Там раненые И от всех летели Следует и все разнесли Это он рассказывает Под Смоленском 41-й год И в интернете нашли Когда телевизоры там был Ну и дальше То это там До этого Ооо И я очень понял А вот эта вся трава была Вот такая Как вот здесь Подмигами Маленькая такая Оооо Видно что редко кто ходит Ага На ту сторону Перешли Тут столбы помешали И зону Урожайся Видно хороший будет Мы сейчас вон там Напротив этого столба Помолимся Чтобы Господь Дал Игорю Хороший урожай Вот это я спрашивал Когда я Что Как я не знаю Донник Донник Он бывает Другого цвета А куда его Его Собирали в куряке А тогда Макорка была Выращивали Ее медленько Урубили Туда Добавляли Вот это Для аромата А может оно На что-то другое Я не знаю А он Ядовитый Играет тихо А? Ядовитая трава Ну Может быть И так Ядовитый Может быть Я слышу Что это успокаивающе Идет Только Видеть можно Интернете Вот здесь Нужно Прось Поделиться Да Играет А вот Это Вот А вот Желтый Капун И Кашка А вот Кашка А вот Этот Вот Ну Почему Так Это Кашка А вот И так Видел куря И когда были Никто не видит Мы его Ну там Листья сухие И Курили Ребятишки А брат У меня мастер был такой Сделал трубку Из корня березы Она не горела Ну Маленькая такая Я ее Один тут в фуражке Дырочка была Я туда опрятал И мать однажды Сынок Ну-ка подожди Что уже такое И она о другом спросила Там А я испугался Просто так Она узнала Что мы курим Видишь как здесь Эта Дорожа может Смаленько Свернутая По ней Мы ходили в корше Нас Возили И Помню Как-то Везли А в это Время Поднятие соляны Было Ну 54-й год 54-й Примерно И Женщина Одна Она пешком шла В москвич Она Никакого отношения Не имела Она не хотела На наших Станях ехать Или что-то Просто шла Скажите В том числе Ее это Ну Оскорбляли Не лично А так Про себя Так Поблагодарим Бог Господи Слава Тебе За великое Твою милость И щедро И благослови Брата Игоря Это поле Дай ему добрый урожай И нас помилуй Защити его От всего Что не славит Тебя Приводи с нами Наше селение Благослови И утишье враждующих Против истины Дай им страх Твой Святой Представление Суда Божий Чем они предстанут Туда Хулители истины Тебе Боже слава Отец Сын и Святой Дух Аминь Кто согласен Всегда говорите Аминь Молитва делается Твою А кто это говорит Павел В первом послании Коринфингу О Ну здесь Трава была 1,5 метра Высоты А мы что-то Нас смотрели По-самому А вот это Мы считали Интересно Как Сейчас я вам Вот Вот Какое Называли Фонские шаки А почему Не знаю Какой Хороший Кому Надо Держи Кожешь Куда едем Куда едем Куда едем Придем Когда Покажем Что едем О Тут Проходили Какие Видно А вот Это Во Стой На Что Похоже С Домаших Основных Как Называется Камыш 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 Нет Похоже Ну Похоже Рогоз Рогоз Нет У меня Лук Порей Похоже Вот Отец Сделал Меленки Вот Водев Сделал Ветра Водев В домашних условиях Растут Очень хорошие Растут Большие Догадайтесь Как Похоже Эти листики Так и Сохранились Лебеда, лебеда другая, совсем другая, ну вот это вот как называется, клевер, правильно, а вот это что растет, полынь, полынь, черное велье, она вся целебная, черное велье, вот это очень полезное, полынь на рогу, это редко мы столько прошли его не было, вот можете взять себе, она смотри как выглядит прекрасно, у нас другая полынь, у нас другая полынь, у него есть полынь, у нас у детских сосок, возьмите куда-нибудь, там где-то сумка у меня была белая, нет, это не зеленая, там она внутри, можно ее сумку взять и ее собрать. Нарвите, у кого руки свободные, я с одной рукой рву, ну зачем, если здесь есть. Ну и нет, лога, не на рогу, запечатываю перед дождем. Вот это бабочек разум, все другое, сколько птичек, вот так вот летает птичек, а там, видите, столбик стоит, вот, ну вон прямо, видно? Ну вот, недалекая, небольшой сумка, ну метров 300 может до него. Ну с чем? Ну как так не видно, а я вижу. Ну вот, вот это я вижу что-то, а, да, вот такой столбик. Вот непонятно что там такое, но это что-то тоже указывает, грань какая-то. И вот здесь, сейчас-то было так, слушай. То есть вторая высокая, на коне едешь и тебя чуть-чуть голова только видать. И вот обед, вот здесь болотца такие. Я на веревочке бросал ведро, прятал его. А пока отец отдыхает, корова отдыхает, я в это время сусиков выливаю. А сусиков было здесь мать лучшее, один день я 70 штук поймал. Это надо поймать, ободрать, высушить, обезжирить. За 20 километров увезти первые 46 копеек, второй 5,4 копейки, третий 3 копейки. А велосипед стоил 72 рубля. А мне заездить надо. У нас 4 класса было, а там было 7. Я перешел в восьмой класс, а они восьмой сделали. В девятый, а они девятый сделали. То есть я здесь закончил 10 лет. А когда умер Сталин, это было где-то 3 марта примерно, в 1953 году. Ну, умер да и умер. И моя бабушка затлакала. Я спрашиваю, бабушка, а еще ты плачешь? До конца у меня трех сыновей сожрал. На фонд взяли и никто не горнулся. А одна девчонка и говорит. Ну и что плакать? Ложки дешевле будут. Откуда она была? Сразу же. Милиция, родители там. Вот такая власть была. Девчонка, власть так казалась. И уже власть вся кричется. Она никакая была. Только она одних жертв удержалась. Снега, его ни одна пчела не может взять. Ее только шмель берет. У него хоботок длиннее. Ну, а шмель он мед берет и сделает вот этот. Берет его там. Ой-ой-ой. Вот это я и думаю, что тут такая дорога будет. Ну, мы где-то там за прудом выйдем на дорогу настоящую. Так, посмотрите, что тут есть. Еще тут нет. Ну, пошли там. Кому кажется трудно, можете обойтся. Но лучше так пройти. Жаль, что мы за сихом все лето ходили. Стоять, мы все свернем. У тебя и одежда сухая. А что нас лупит дождем градом, это ни во что ставим. Ну, это новая дорога. Новая дорога. Вот у меня залогран еще. Что-то тут. Еще направо верну. Вот это вот где дорога была. Распахали ее. Настоящая дорога была. Распахали ее. Распахали ее. Распахали ее. О! А почему еще нету? Тоже не понятно. Вон она есть. Ягодки маленькие, где-нибудь Тут у нас будет крещащая Богородская травка Моите мне глазки Спасибо вам во Франции Какой сеток игрался? Символ Франции Лилия А? Не лилия Лилия, лилия Лилия нет Нет, она нам попадется Тюльпан может быть, нет? Тюльпан нам не попадется точно А вот смотри какой цветок Это очень редкий цветок Что это полох? Это от переживания, когда испугнутые дети Бывают такое, что под себя не мыщились Держите Он сухостой Он может долго стоять Называется почему-то полох Вот это чертополох А он такой чертополох Красный такой показывает Специалист А вот тут видно похоже дорога Маленькая была Ужаленная какая-то легче С первой части слова все понятно Полох Это непорядок Без оборудования Переполох Переполох Передина Самое большое болото Чутьей выше Чутьей выше Как нам говорят А вот это что за цветок? Он применяется от поноса детям Тысячелистник Да, тысячелистник Возьмите А как его делают? Лучше Лучше Завая тоже Ну как-то беру там высушивает А потом Бери Сгодится Белый бывает такой розовый Ну ему на самолете лететь Может он не сгодится Быстро там А вот это где так называли его Вот Нам вот в поезд Может не сгодится А вон смотри Правда мелочь совсем Ммм А вот Посмотри Сколь период Ага Вот здесь Наклонитесь Хватит На вашем краю Есть Белый 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 Кому надо Берите Это редкий Сущий Он хоть сколько будет дома у тебя висеть Он уже готовый Высушенный У него есть такой Весь берем Белый Белый Потом поделитесь Какое-то название Такое Говорят Черты полно Черти полно Черти полношить Да Точно Я как-то Не знаю Толя Обидел Мне можешь в этот Вкнуть Давай Думать Это Мне в этот Давай Главное 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 Давай Сумку Туда же Вот еще Смотри Беречь Это резко Тут встречается Вот это Оно Сгодится вам? Да Любому дай Он возьмет А нет Вас всех Дай Красивый Букетик дома поставить Он будет мечтать Чего такого цвета вообще Волшебного Ага Ага На поле Стоит Подходим Вперед Вот мы видим это Болотце Стрелок Пустых Тут два Болотца Я главного отца беру ножничек От сусиков Обдираю От сусиков Кроме травы Ничего нету А вон у него Хлеб режется Ну обтер и все И дома за столом сидим Он ножичек-то достает И этим ножичком Мать хлеб режется А мы Переглянемся от него На сталь От сусиков Я обдирал им Вот такая простая жизнь была Крестка сидит Да Вон там еще Супер Ну ты сидишь Вот это? Конечно И он сейчас Лебеди найдет Вот стоит он От помеха Здесь он Или не сорвешь Так нормально Все говорят травницы Лучше рвать с этим С корешками Прямо сразу Он трудно дается Ксеноголю Вот еще Прямо так работает Это я просто знаю Там у нас Начали Они Проносить Для них надо Что-то тут Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Три гостей 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 Ну я на сиденье Все как надо И везет Такая трава там Хорошая То ли трава То есть Что-то там сломалось А теперь Что делать Дальше косить нельзя Я приехал А у нас тут Три гостей Три гостей Три гостей Работал Кузнец Чисков Семен Михайлович А то что Подбудил Семен Михайлович Ну я ему Заварю Поломал И это мы Сейчас сделаем Кузнец И всякую Писанию Пожалуйста Корень солодки Смотрите сколько его Корень солодки Вот он рядом Ну тут Слуха Не вытянуть Ну и Этот человек Живет от нас Через дорогу Он добрый такой Когда баню не уступили У него в бане Не было Сособы Да Ну Кому-то мы рассказываем Я как-то рассказываю И говорю Ты добрый человек А потом пошли Рыбачить Вот бывает так Словато Там пошли Трубы обматывают А она Сетки Железные Сетки Мы собрали Тяжеленный Но он зато крепкий И вот приехал Один из старобрядцев С женой Ну пошли Они чего не поймали А я с ним собирался И я ей говорю Вот хорошо что с вами пошли А то я собирался с хорошим человеком Как она отсветилась за это слово Я имел ввиду название его А она поняла что муж ее плохой Старобрядцев Ударцев Анатолия Да Да Это чисто их свойства Что-то там не так Подлегаев говорит Ну он говорит я считаю что вы как бы Вели в заблуждение Он говорит вы вели в заблуждение И он зацепился а ты ничего не знаешь а говоришь Он говорит я считаю Вот говорит теперь правильно Я считаю Как бы добавил слово А если его не добавил как будто от этого что Живля треснет Да Он из-за этого должен полагать У этого уши просто закрыты В стороне И у этого болота мы вырыли колодчики Воду черпать Это далековато А вот прямо на пути И мы тут когда подсохнет И играли в прятушки Прятаешь А где тебя найдешь там Ага Так все Идем вперед Видишь какие у нас воспоминания идут И вот тогда здесь я не помню что бы Савородка была Прибавить шагу Да Ходит Техническое солнце Потому что можно Какие-то вещи вести Раз А второе Вот что-то Грибок Мне 37 сейчас снимали Я быстрее бы не шел Я быстрее бы не шел Тут змеев было Одну лесу Отец тебе сказал 78 змеев Задюху бил 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 Во время потопа Вода уходила А сверху Вот такие маленькие ложки Начинают С метров длинного поля Прямо с поля А уже доходят к 200 метров уровня и цены Которые Главные Метры Задюху бил 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 В столу Я 중국 cant Auditor Задюху бил Задюху бил Задюху бил Задюху бил ПК Корову начинают хвосты поднимать Мне надо бежать куда-то А нам, ну, фото, скорее, там рыбу половим И мы ходим, а детство, видите, мы Глиже, глиже Корову поднимут хвостом, а сейчас что-то рандовато, они сегодня начали Обгон короткий произошел Вот оно, главное болото У нас тут, что-то, его не было Ну, без грибы, конечно Колодчик, вот это Вот это, а здесь тоже, что с того, наверное, была О-о-о, жаль, что ли, колодчик Вот, это лучший Да Золотко Лазовим Сейчас мы вымем откук И там, вот, калкалка Глубоко, да, сидит? Глубоко Глубоко Почли у меня Одной рукой не получается Силного Глубоко Надо больше заниматься Глубоко Глубоко Для нерадения, а, собственно, здоровья Да, слушай, все лодки здесь прямо Ой-ой-ой Нам туда не надо Нам надо выйти сейчас О-о-о Тихонько давай Продарим Глубоко Смотри, заводчик Нужно взяли Смотри Смотрите Корректор Тихонько Удачи А Так На Удачи Ну М 거шное Удачи Вновь Чуть задеваешься, что комар взрывается, пришла в свое дело, комариха. Вон на той стороне, видно, высоковольтная линия идет, дорога там идет в Корчино, вон на бугре она сама, видно? Да, да, да. Вот так. А это лесополосы. Я сколько искал, сколько лесополос, сколько деревьев, нигде не нашел. Это когда были пыльные бури в 1953 году, когда поднимали соляную. Агроном приходил, забивал полочки, поотмеренные. Утром приходил сантиметр на три выше. Столько слоев миллионы кубометров земли унесло туда, за границу. Самый слонодородный слой ушел. И нам угадали было построить высоте, чтобы заглушить этот ветер. Это помогло, все. Больше такого не было. Вот она сколько проходит, опять, опять, опять. Мы сходили в основу тополь, дырю уже. Где-то надо зайти опять, ну, по тебе же. А, вам что-то здорово. Ну, да, пройти вон туда, до желтизны, вон туда. И там уже дорожка будет. До желтизны вот так, там повернем. Да, тут все лодки вообще, как будто сажали ее. Ну, здорово, вот она, видимо, дорожка была. Ну, не впаде, прямо ездить. Вот домой было взять, посадить. Пускай сорвать. А вот тут есть большие листы, это редко где встретишь. Подорожник. Очень целительный, где рана какая-что. Вот оно. Да посмотри, ты такой нигде не найдешь. Он мелкий. А то какая громадина? Держи. Вот под ногами. Он растет, вот указывает дорогу. Он на дороге растет. И сейчас повернете, и вон на второй столк идти. Вот я не думаю, что здесь так. Сотделить, что я самому что-то чуть-чуть отдаю. Каждый год мы садим. Сотделить, что здесь не бойко. О-о-о-о. Они все так дернутся. Нет, ничего нет. Не так. Чуть-чуть такое чувствуешь, что здесь не бойко, я, конечно. Посмотрите, куда идем. Она должна дорогу погреть в столбан. Мы ее где-то должны перейти. И сразу по ней пойдем. Вот это не она уже. И с травой мельче стало. Да. Да, вон там как будто. Похоже, что эта дорога попали на нее. Это трава называется леник. Очень и очень питательная. В несколько раз надо меньше ее. Но после этого поить надо скотину. Она падает. Вот она. Смотри, дорога. Прям по ней так и пошли. Чуть-чуть, говорит. Этот перец вы видите? Да. Да. Ну, ручкой. , как жени, это вы видите? Да. Да, это не бывает. Да есть, есть, брат, тебе надо. Ну, поделись чуть-чуть. Нет, нет. Сейчас, как раз начинать. Валерий там тоже не скучает Так, приятно, когда голосник берется в здание Не знаю, вот вдаль смотрю всегда Я вот и сейчас его вижу Давно так, наверное, не лежали, да? Так с пользой лежишь-то Ну, я говорю, что с пользой, с радостью Ну, вот ягоды так вот собираются, веками есть Собираете где-нибудь ягоды? А? Таких нет Домашние, черешки там Но все равно на базаре Ну, это вот здесь прям воду, смотрите, а для колени А тут полно везде Полно везде Собираем на базаре А то, что стоит за этим? Что стоит за этим словом «погружение» Это отменитель Собираем на базаре Некословая зона Служить По латыни как министр? Служить А, ну да Служить По латыни как министр? Служить А, ну да Прав министров Что-то по-человечному Служить 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 Ну, как еще полундра Что это означает? А, дай-ка руку, дай-ка сюда Вот, лягушка прям на холодную на ногу, это приятно Служить Полундра Это значит Для моряков И шторм Спатья Христос Служить Ну, это значит шторм Что ли Шторм Нет? Нет Сейчас бегаться вместе Полундра Сверстай всех на венках Внимание, Полундра Внимание Так кажется Полундра Полундра Моряпонцы как клещат Курошке хура А японцев Бонзай Бонзай Это из черепашкин Звертан Я думаю только Зиме Че это брат Приступить Давай Делай У нас японец жил Мы хватили в ту комнату сдавали, потом Ямэй, ямэй это все закончили. Потом, когда судят особенно, Тору Най, Тору Най это ничья. И так резко всегда говоришь, ямэй, все сразу должны закончить. Если не закончили, прям можешь влететь и каждому зарядить, если не поняли. И судьи по этому, они такие мощные обычно. И судьи побеждают на этого здоровья. Судьи всегда побеждают. Мы идем по дороге. Они там, черные пыльца всегда обычно. Ну там бывает у кого-то, слетит этот, забрал на глаза уже и все, и он образно не останавливается. Там полынка растет, я не знаю. Вот, я не вижу, но там должен быть муравей. Мне нравится, кстати, японский такой интересный. Тут должен взять еще цветок, являющийся символом борьбы. Ну сразу же этим смыткой, куда-нибудь будет докладывать. Я не верю, японский вид. Вот, Volley,甚麼? Я взятишек. когда мы собрали ягоды у тебя три пореза очевидно сразу он до того кривого столба дойдем и повернем что за кривой столб вроде так и было в таком состоянии 4 столба сейчас до кривого столба мы же падали мы падали Ниц вот он символ свободы как называется знатоки не Василёк? кто знает? Василиск какое-то одно такое слово символ свободы во Франции возьмите когда зарядите вы сразу увидите я скажу символ свободы во Франции я думаю у них символ петух это Виктор Крепанов сказал что за него дают 3 копейки так мы рвали мы уже деньги раздели и 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 Пишут письмо где-то, мне задают вопрос, а я только что в этот день ответил. А как вы знали? Не знал я ничего, руками наводил и все. Не, ну а как сейчас про сапог там узнали? Непонятно, что он там? Ну никак, просто... Идете там? Вот удивляется, что я спросил про сапог, а он там потерялся, он потерялся. Я говорю, не потерялся ли сапог-то? Он обернулся, потерялся. Ну вот свидетельство, я там никогда его не видел. Десять метров только потерялся, но я его не видел. Нет, конечно. Моего ничего нет, еще раз говорю. Это Бог делает так. Вот он идет, а у него два... такой сильный умный человек. Он преподает в государственной университете, в государственной академии и в Метрополии ведет занятия. Вот Соболя Фьюрий. А ребятички бегают, соревнуются. И он меня спрашивает. Он не спросил. Пришел домой, только включил магнитофон. Я ему говорю, когда дети соревнуются, вот что происходит. А как вы узнали? Он включил на том месте, где вчера было. Да не дошел там секунды. Не знаю. У нас такой случай был. Сейчас я расскажу. Вот я только что сказал о сапогах. Сапога. Вы свидетели, да. И вот она ходила везде к кишнаии там и везде. Никак. Пошла там какой-то священник. И говорит, батюшка, я неправильно крещеный. А он же со мной в институте. Как раз по этому изобразительному искусству где-то. А священник, когда узнал, что она со мной, ты с Лапкиным. Она говорит, я его не знаю. Я только слышала. Он запретил все. Она ушла, больше не пошла. И вот она едет в этом троллейбус, скажем. Люди вплотную. Она слышит, две женщины разговаривают о занятиях. По Библии. Я не могу пробраться никак. А когда одна женщина сошла, другая осталась. И она сразу к ней. А вы про что рассказывали? Про занятия. А где идут? В АГТУ. Алтайский государственный технический университет. А в какое? Вторник в пятницу. Аудитория. Четыреста десятая. Корпус В. Напротив. Главпочта. И она на следующий день пришла. У нее вопросы. Семь вопросов. И она только дверь открыла. И как сейчас, говорит, помню, вы говорили о втором пришествии Христа. Она напротив. Аудитория государственная. И в это время женщина, которая напротив сидит, встала и пошла. Там одежда лежит на последней парте. На столе там. А это сиденье освободилось. И она пришла и сразу села напротив меня. Она говорит, посмотрели. И стали отвечать на мои вопросы. У меня было семь вопросов в том порядке, в котором они стояли. Вопрос за вопросом. Подробно. И она больше никуда уже не ушла. А как вы знали? Повторяю перед Богом. Я не знал, кто ты. Какие вопросы. У меня вдруг побуждение такое. И я начал говорить. Главное не противиться. Вот сейчас вы, свидетели. Сзади идет где-то. Не пахнет сапог. Я сразу спросил сапоги. А почему? Я не могу ответить эти вопросы. Они меня не касаются. Вот мне сколько звонят. Сбывай с Австралии, с Америки помолиться. Только начал молиться. Они там столько благодарности. Там ребенку стало легче. Она два блина сама испекла. Не знаю я. Понимаете? Нет. Это Бог делает. Молитва моя ровным счетом еще не знает. Она означает только, что Бог услышал. Бог услышал. Поэтому. О! Вы разговариваете с Богом, как с другом. А с кем? Это разве? Господь говорит, не называю рабами, а друзьями. Понимаешь? Ну нужно просто с этим проникнуться. Мы пришли. Сейчас Бога поблагодарим. Что Господь дает видеть затылком. Господи слава Тебе, как Тебе видит наш Господь. Господи, прости меня многогрешного. Исполни благодать Твоей наше путешествие сюда. Воздай доброму из-за гроба родителям, которые заботились о нас, чтобы мы работали, трудились. И получали удовольствие от той красоты, которая окружает нас. Возврати нас с миром. Слава Тебе, хвала Тебе, честь и поклонение наш любящий Бога. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Брат, прости, я не знаю ничего. Аминь. Аминь. Брат, у меня никогда упал, а вот у меня только упал. Да. Главное, я засмеялся сразу. Говорит, ну как, во смейся. А? Да. Это как бы неблагоговейно. Такое. Раз. Два, три, четыре. Аминь. свидетелей что не оборачивался потому она вышла давайте сфотографируемся, а мы уже вас отняли Человекодные пришпы все это сфотографировали, у нас где-то вот есть такое вот Бог так делает вот мы идем, у нас был котик один белый, а кошка хорошая потерял, значит, я его ищет полком, нигде нету а рядом работали фермера и он видимо подошел и они его сцепили ну и потом где-то проповедуем отсюда километров допустим 250 мы идем из дома в дом раздеверится на одной стороне двое идут и на этой двое и на этой стороне я иду захожу, а тут у нее как стены такой и женщина вышла она только вышла а через небольшой болельщик заскачивает котик наш так котик, котик а она говорит, а кто вы такие? я сказал я говорю, котик откуда? а там фермера где-то далеко работает какая-то затеряется и вот они отсюда не привыкают а где-то мой котенок то? так мы идем еще немножко совсем он за этим вот должен поворот быть мне так помню нам легче пройти по дороге, чем придумывать свои о господи о господи и на секунду воду вот так поднимает тоги-то да я не просто спросил я сказал, не потерял ли он там топор? это ботины прочите его а он как раз только что упал видать вот потрясение было может у нее такое ахахаха сейчас мы вот это пройдем и ударимся влево надо заметить где дорога хорошо пересекает нам дорогу смотрите я считаю вот за эти леви сверху дальше он пусты и где-то тут а она дорога наверно проверена ну да я на нее вступлю вот поэтому для меня это странно что вот этот Вадим он еще не интересуется я ему сказал сегодня тысячу поклонов положить так он там совсем я в церковь приду и должен упасть как же так так люди делают 10 поклонов а ты один да кого Бог будет слушать поклоны придумали не мы они открыли по откровению Божию смотри поворот где-то лок получили дальше он не может идти там лок а в локте мы не пройти а тут кротик а тут кротик нормально такой крючек по метру этих вырывает по-моему вот дорога вот дорога да давайте по-моему мы прошли но ничего внимательно внимательно смотрите где-то поворот будет сейчас мы его должны нащупать ногами и пешком тут идти пущий господь в плодородную землю превращает в солончатую говорит Давид а то земля ни к чему не пригодная на него навоз насыпают и весь навоз пропадает оно оттуда засасывает вот здесь когда сыро тут ни один танк не пройдет на пузо сядет я вам говорил как бабушка дала камушек слышали? ладно танкисты застряли нашлися бревна они толкают под козлиницу на солончаке оно оттуда уходит в конца а бабка в окно смотрит ой сынки как замучились они она идет и взяла гальки с собой спросила их она дает сынки вот вы бросьте под колеса она не видит что это гусениц они засмеялись баба да мы такие бревна туда все никуда уходят посидели покурили а бабка ушла один говорит а где бабкины эти камушки то какие то камушки ну да бросим не трудно бросили дернул и он вылез там как это может быть и баба никто не ответит это знает только любящий бог и пренебрегать кажущиеся ненужным не следует сразу это не трудно бросить камушек вот здесь у нас машины застревали их вытаскивали поэтому так далеко вот обходит там еще больше солончак вот видишь куда вот мы идем по такой так оно сделано с более низкой бывает что-то берет а в течение поля барабаша а в течение поля барабаша нет это кольщинские а это кольщинские а это кольщинские вот маленькие такие большой поля но они заходят в такую глубину дно как вот этого главного лога это второй мостик это когда вода сошла здесь километр плавали акулы и вода и земля а леса то были какие вынесло там Караганду везде где и сразу засыпало когда спрашиваешь шахтеров а как уголь ну дерево на дерево ну так сгнило ну надо чтоб сразу же оказалось под землей и сразу засыпано жидкой а как это можно сделать никто не знает потоп был ноев чего вы думаете но объясните уголь ваш у вас угля бы не было как бы у нас землю не утащило делитесь с нами углем это я им сказал без нашей земли то ваши деревья то сгнили бы и все что вот батенька какое дело пошли я слыхал такой ролик я слыхал мы тут были и архиерей говорит вы любите свои гипотезы я говорю гипотезы вы отвергаете объясните вот эти лага откуда промыло водой а вода откуда ни одной горы нет а где не начинается там около 2 км огромное поле оно начинается откуда воды столько вы прямо скажите знаете или нет не знаем будет заряжать не знаю будет заряжать нет вроде заряжает вот смотрите как мы заворачиваем но если бы мы пошли прямо туда это было бы труднее а тут примерно технические это не гипотезы это единственный я набрал тут бабок сколько и повел где начинается лага и показал давайте помолимся вот он а дальше камыш не растет на сухом месте а в лагах камыш растет на самом верхушке как он туда попал камыш это означает вода была до уровня такие глаза делают ну вы выдвигайте свои какие-то там теории там гипотезы из-за аксилома ничего нету другого был потоп отвергающий его в афере находятся но не может ничего объяснить не происхождение угля а говорят а нефть из чего мы не знаем но были стада миллионные миллионы стада бизонов других говорят что это разложение вот то что животное там там люи все погибли не знаем это предположительно а относительно что это деревья прямо находят стволы когда уголь берут вдруг открывается толщина бывает пять метров это пять метров какие-то деревья нужны чтобы они в лесу падали а в лесу они падают и сгнивают значит их кто-то туда затащил и сразу в безвоздушном пространстве оказались вот дело какое а это привыкли языком молотить я не знаю ничего они обижаются когда разговаривают говорят грубо и грубо вы разговариваете и вы отрицаете историю происхождение Господь дал людям знания а они отвергли книга когда он говорил о потопе они говорили о тайге от нас нигде больше это не написано как баптисты а ребенок он родится ангелочком по природе душа человека христианка Туртулин сказал когда у христианина когда он крещен а сегодня рождается язычница почему а дерево так как противец ты посмотри какие дети подкрой глаза разве такие дети были они улыбались задавали вопросы рано разговаривали стремились добры ласки что они напоминают пишут мальчик десятилетний пятилетнюю девочку изнасиловал ну и что тут в Варнауле у меня следователь который вел говорит что они сделали одна была у них девцами совкласти они ее шибли затащили в подвал держали а мальчики насиловали статей такой даже нету уж Достоевский не знал или икони у меня не было такого никто не знает этого а что делать всех предать смерти все в Греции древние лады мальчик поймал перепелку и отстриг ей ножки ну кому нам нужна перепелка Верховный суд заседал признали виновным и иногда проголосовали казнить чтобы от него не было потомства вот какое дело мы далеко далеко ушли от того какой был человек вот это буква А стоит которая это уже на том берегу теперь только никуда не сходить а прямо по по дороге дорога это здесь когда сухо нормально а когда сыра труба видишь эта девушка которая зашла и говорит пьяца всем вопросам в том порядке были конечно для нее было это откровение она по сегодняшний день как эти вопросы задавать мне не надо молись Богу и Бог скажет тебе как это Бог делает так эх под ногами то у нас какая красота мы можем и подвернуть воздеть пройти прямо дорожку маленько чуть-чуть а прямо меня отец того пригласил мы Бога Георги у них пришли разговорил собственно такой станет и они мне предложили прямо во время богослужения сказать я сказал только кончил говорить в это время еще один согнулся там быстро подошел а вы не можете остаться я говорю что мы дагестанцы я только объявлю от начата собрания два часа вы можете говорить я у него закончил еще один подходит но я вот такой-то нации я хотел чтобы вы сказали я в один день восемь часов проповедовал в одном здании конечно разные проповеди сейчас мы пойдем в левую вот дам бы ее давайте перешагнем можем так перешагнуть а можем здесь вот вода текла здесь вот здесь я проповедовал маловузовская 3 а там молодежь но я не в собрании а отдельно беседовали у молодежи собрались они и старые но не заботятся чтобы никуда не увлекли их это правильно мы можем линии вот так пройти чтобы на мост попасть вам где-то видишь куда только раз где-то вот здесь проходи так что-то вот если мы внимательнее будем там через это ничего не стоит видите в какой раз где-то вода идет широко в поле так роз приеду теперь надо найти где вот где переход где дамба видать где где камыш в крови еще как нам не чуть значит так идем Ну нет, в коленях-то нету этой прокладки-то, я иду как на костылях. Вот у нас здесь на бугре балаган стоял, тут отец отдыхал, мы купались. Аккуратно, упал наверное. Нет, это внизу просто. Давай перешел. Перешел. Он идет правильно. Перешел, говорит. Перешел, и слава богу. Я уже на том берегу. Вот речка идет. Так, кажется он вот здесь шел? Да-да-да, примята. Приготовьтесь к искушениям. Там воды чуть-чуть, арычок, не видите все. Уже крестец, Александр, короче. Арычок, паренький арычок. Ой, ой. Не, совсем. Я хочу искупаться в интернете. Да вот здесь, через камушку это вот. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Дороги нету Там три погода Вот деревья, вон там деревья, там потеряют Господи, слава Тебе Хвала Тебе Ты являешься чудесами Здесь, в этом безлюдном месте Мы смотрим на эту дивную природу На это дивное небо Как Ты Велик и Логущий Сему Спасителя Верующие в Тебя Они находятся на земле и под землей И на облаках и выше облаков Так говорит нам Священное Писание Хвала Тебе, Боже, слава Честь и поклонение Отечественный Святой Дух Выведи нас, Господи, на добрый путь И возврати домой Аминь Все Аллилуйя Когда я селся, пока Аминь Вот так Я селся, пока да Вот так Вот какая-то течет, как ликтовая Я вот сейчас не боюсь Нельзя так делать, а его не в железную дорогу и там попьем воды А это лоб, к которому мы сейчас проходили Там лоб разъешь Че это урожай, не знаю, больше что Мы вчера видели, какая выгорит техника Это много миллионов А начинал-то с одного рубля И ничего воровано у Игоря нету Он молится, благодарит Бог И мы с ним молимся Проходя мимо его поля, мы всегда снимаем головные уборы Простираем руки Чем Господь сохранил его Видишь, как тут Плотную Это овес растет Овес Овсяная каша будет Хлопья Сейчас до поворота пройдем Вот как-то рядом рядом Там надо же увидеть железную дону И купаться пошли А он нас закрыл Случай Ну поставил так палку Как обычно Дверь ты дёрнешь Она вот падает А тут так она встала Что? Заклинилась Заклинилась Нас-то позвали Нас-то позвали Ну мы Идем И выйти это не можем Все, Игнатих, вы все уже пошли Стучим, стучим Убьемся Я выбегаю Внутри здания С той стороны Окошко Вот так вот И смотрю Вот Игнатихович вот так буквально Вот он ведет И уже заходит За деревья И уже вот заходит И я прям как будто его мысли посылаю Игнатихович, вы же здесь И он прям так смотрит Сразу раз Смотрит и стоит Ну и считай Человека туда отправлю Чтобы ну Представляете там вот В ту же секунду когда Тепло Вот это недавно было Крест Путь сделает Да Ну вообще Я главное не сомневался Что так и будет почему-то Когда вот это делал Что ты там Ты же с окна у тебя не слышат там Он далеко же находится Там заходит на глазерей Сразу поворачивается А что растет? Потом вот как ты пришел Залет 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 Да, кстати, прям ешь, я вот взял палочку, чувствуется овес, свежий овес на языке, это вообще самое полезное такое в сравнении Вот где мы шли, штабовая дорога, а тут ты идешь, вообще прекрасно Что-то мы все покопаем, прямо, что-то матрас сразу вывалил и впустил в башню Ну да Давайте посмотрим, узнавайте кому сколько Вот еще что есть, Игорь Тихонович Что это? Хлеб Хлеб, можно по кусочкам съесть Я не буду, я так, вали, дай мне Я даже не захотел еще есть А я тоже, ничего не захотел Можно попробовать? Все встретили, не ровно И так снизить, да В общем, баксов такой Ну, либо он это, просто запас делает Хорошо, мне всегда здесь упасится Хорошо, мне всегда здесь упасится Не упасится Плоски очень хорошие Да, более хорошие Да, более хорошие Тот, можете выкинуть сам с вами достать Хорошо В один день, когда въехал, все в субботу 13 июля Ну вот так, как видно было Это два раза, мы туда проезжали Здесь Вот здесь вот пробили туда дорогу Тут дамба была Вот это было Редькины Пруд хороший А вот как поднимешься, тут ямки такие У меня стихотворение есть такое Обгорелое Я представлял, что у них вход был с той стороны И там я остались под домом Какие там, погреба были Или что все заросло И отец мне это все рассказывал Вот здесь вот, я люто ненавидел их Вырос, то я там еще этим коммунистам Ну, ребенок И вот на прошлом году, кажется, или позапрошлом были И до этого приезжала тут киностудия И меня снимали здесь на бугре Я все это рассказывал Сейчас расскажу о том, как Вода нужна была, а вот здесь вот Оложок маленький И тут еще одна березка была И отец копал колодчик А у него одна рука И колодчик этот, копал он не лопатой А щашкой Железной щашкой И он ее копает И вот так уже опрокидывается Как одной рукой Он вот так как то То ли Своим осколком Я беру, он опять туда Они Сапоги только видать Зажаты Такой узенький Но вода до того холодная До того хорошая была И он чашкой выгребал Подавал и выносил Это все здесь было Вот этот отрожек Вон где деревья растут Поближе были деревья И мы надеяли его залазить У меня братцы мыл И я там вырезал Муоня на березе Он все мог делать Я ничего не умел делать Я тогда был в бойстве На таком раздрае Он что делает Сказать нельзя, я его люблю И мать спрашивает Это он сделал? А как я скажу? Я стоил у него так слезы А мать по слезам определяла Что виновен он в этом Они двоюродным братом меня повалили Папиросу в рот сунули Ну я глотнул Все, теперь не расскажешь Ты тоже курил Это вот такое дело было И вот мы в прошлом году по этому камушу Позапрошу Там он на бугре Там как раз вот эти все ямки Помолимся Господи, благослови всех этих тружеников Их потомков Чтоб они помнили Как они были здесь Знали ли они Бога? Только ты знаешь Дай ему услышать радостную весть благовестия О чем мы так много говорим Но не так много делаем Только ты знаешь, Господи, где эти люди Да будет благословенно это место О котором мы вспоминаем Об этих нелюдях, зверях, людоедах Что они с ним сделали И погибло тогда в этом 12 миллионов человек Ты призывал людей к покаянию А не к войне Тебе Божья слава, Отец и Святой Дух Аминь Вот у меня военная кепка Вот такая моя воинственность Уходим Вот так вот. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 На капсюр покатаемся Сопротив и вылезает Возьмите 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 А утка только в воде Ей легко истачит Все охотники только утку бьют Всемирная не правда Несправедливость Вот так Это вылезает Возьмите Когда убрала То все Разные люди Немного уже оказались А до этого Они не могли видеть И поэтому Врачи Созлялся Ищут Однажды видел врача Белого-белого Один раз в жизни Что там что-то Хорош Там парит и не грач Ххххххххх А вы что Не захочут от это за грачами А вы что Не захочут от это Позволить Что сказать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот как и деревья, выходите Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Так, ботинки мне можете отдать. Простер сапог, и дома. Так сапог хорошо. Простередовой сапог. Сапог хорошо. Нижая, конечно, вторая сапог.